Миниатюрная книга Миниатюрная книга Миниатюрная книга Книги-карлики Книги-лилипуты Карманная книга Книга-калибри И книга-букашка Самая маленькая книга в мире в традиционном понимании То есть такая книга, которую можно раскрыть и перелистать в странице Книжечка, содержащая рассказ Антона Павловича Чехова «Хамелеон» Ее создатель – омский умелец Анатолий Каноненко, который выпустил всего 100 экземпляров, 9 из которых полностью сделаны вручную и содержат индивидуальные иллюстрации На 15 страницах книжечки 11 первых строк из рассказов «Хамелеон» Два рисунка и портрет Чехова Один экземпляр, зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса, как самый маленький книжный томик в мире, хранится в Праге, в музее миниатюр Он настолько мал, что для его прочтения необходимо воспользоваться пинцетом и микроскопом Создание миниатюрных книг требует высокого уровня мастерства, граничащего с настоящим искусством Что особенно ценится собирателями этих изданий и библиофилами Одним из них был наш земляк Владислав Антонович Высоцкий, известный сахалинский книголюб, нумизмат, пилотелист В течение своей жизни он приобретал редкие, ценные, малотиражные книги, тем самым пополняя свою личную коллекцию В 1985 году библиотека приобрела часть коллекции миниатюрных изданий у вдовы Ирины Степановны В количестве 500 экземпляров Что послужило основой формирования уникального собрания миниатюрных и малоформатных изданий в библиотеке Представляем Вашему вниманию гордость Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Коллекцию миниатюрных изданий Сегодня в нашей коллекции насчитывается уже более 2000 экземпляров Из года в год мы по крупицам собираем, покупаем, получаем дар интересной мини-издании Собрание редких изданий отражает деятельность издательства страны и регионов Специализирующиеся на выпуске книг-миниатюр, художественной литературы, книгах, просвещения Достаточно много книг выпущены книжными издательствами Перми и Ставрополя Привлекательные по внешнему виду, удобные для чтения в любой обстановке, не требующие много места для хранения миниатюрной книги Быстро нашли дорогу к сердцам читателей Данный формат книг удобен в длительных поездках и на прогулке Его всегда можно положить в карман Малоформатная книга пользовалась успехом еще с древнейших времен Например, по указу Петра I в 1717 году была издана книга «Юность и честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению» Формат книги – 155 на 100 мм И он не случайен Петр I приказал всем дворянам, боярам носить эту книгу при себе Маленький формат позволял носить ее в кармане Перед вами фоксимильное издание данной книги Отечественные книги имели самую разную направленность Художественная литература, словари, календари, ведомственные инструкции и прочее Уникальные по формату книги издавали к знаменательным событиям и датам Например, в 1970 году, столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина Вышло в свет миниатюрное издание форматом 16 на 16 мм Это отрывок из поэмы Владимир Ильич Ленин, известного советского поэта Владимира Маяковского Это самая маленькая книга нашей библиотеки В 1979 году, к столетию со дня рождения Павла Бажова Было выпущено его произведение «Малахитовая шкатулка» 60 на 85 мм Также в коллекции находится книга «Олимпийский автограф», выпущенная к Олимпийским играм 1980 года, которые проходили в Москве В состав коллекции миниатюрных изданий входят книги, в оформление которых использовались дерево, чеканка, кожа Обложка книги Александра Смердова «Айталай. Поэмы по мотиву шорского эпоса» Оформлена металлической чеканкой, которая отражает национальные мотивы Издание «Ростовские мали. Палевские миниатюры» выполнены в виде шкатулок Устав ВЛКСМ внешне напоминает комсомольский значок «Огненные листья» — это сборных стихов об Октябрьской революции и гражданской войне на Дальнем Востоке В футляру крепится латунный патрон в виде перьевой авторочки В патроне земля с волочаевской сопки, обогрённая кровью борцов за советскую власть Художественное оформление и полиграфическое исполнение миниатюрных книг улучшается с каждым годом При выпуске и изготовлении мини-книг издатели и мастера переплёта Несмотря на трудности и нестандартные задачи Стараются ни в чём не отставать от принятых новой верстки Художественного оформления, печати и переплётных работ Активно используя новую технику и материалы Несмотря на малый формат, миниатюрная книга в полной мере представляет искусство книги Искусство печати и переплёта Появившись на свет, они тут же становятся не только библиографической редкостью Но и образцами высокой книжной культуры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok